Глубоко в далёком лесу жил прекрасный волк. Её звали Луна, потому что каждую ночь она танцевала в лесу при лунном свете, делясь волшебным светом неба с другими животными. Другие животные в лесу Луны восхищались её изящными танцами и белыми перьями, сияющими в лунном свете. Однако однажды появилась угроза, нарушившая покой леса. Жадные охотники проникли глубоко в лес. Луна решила помочь другим животным леса. Луна, сильная и храбрая волчица, собрала остальных животных, и вместе они разработали план защиты. Глубоко в лесу они вместе спасались от ловушек охотников и развили чувство солидарности, чтобы защитить свой лес. Эта победа ещё больше раскрыла лидерские способности Луны. Луна научила других лесных животных силе единства и солидарности. Животные всех видов научились уважать друг друга и понимать силу совместной работы. Однако через некоторое время глубоко в лесу появилась тёмная фигура. Тёмный волк пытался нарушить покой леса и поколебать лидерство Луны. Луна и другие животные объединяются, чтобы справиться с этой новой угрозой. Однако проблемы, с которыми столкнулась Луна, были не только физическими, но и чреваты внутренней борьбой. В битве с тёмным волком Луна столкнулась с тёмными сторонами внутри себя. В процессе он обнаружил, что его истинная сила заключается в любви, терпимости и единении. Когда Луна выиграла битву с тёмным волком, она восстановила мир в лесу и научила других животных, что любовь — источник внутренней силы. Таким образом, животные глубоко в лесу объединились и образовали семью под предводительством Луны. Танцуя в лунном свете, Луна объединила не только представителей своего вида, но и всех существ леса, позволив им жить в гармонии. Сказочное предводительство Луны принесло мир и любовь в каждый уголок леса. И таким образом лесная сказка имела счастливый конец. Глубоко в далёком лесу жил прекрасный волк. Её звали Луна, потому что каждую ночь она танцевала в лесу при лунном свете, делясь волшебным светом неба с другими животными. Другие животные в лесу Луны восхищались её изящными танцами и белыми перьями, сияющими в лунном свете. Однако однажды появилась угроза, нарушившая покой леса. Жадные охотники проникли глубоко в лес. Луна решила помочь другим животным леса. Луна, сильная и храбрая волчица, собрала остальных животных, и вместе они разработали план защиты. Глубоко в лесу они вместе спасались от ловушек охотников и развили чувство солидарности, чтобы защитить свой лес. Эта победа ещё больше раскрыла лидерские способности Луны. Луна научила других лесных животных силе единства и солидарности. Животные всех видов научились уважать друг друга и понимать силу совместной работы. Однако через некоторое время глубоко в лесу появилась тёмная фигура. Тёмный волк пытался нарушить покой леса и поколебать лидерство Луны. Луна и другие животные объединяются, чтобы справиться с этой новой угрозой. Однако проблемы, с которыми столкнулась Луна, были не только физическими, но и чреваты внутренней борьбой. В битве с тёмным волком Луна столкнулась с тёмными сторонами внутри себя. В процессе он обнаружил, что его истинная сила заключается в любви, терпимости и единении. Когда Луна выиграла битву с тёмным волком, она восстановила мир в лесу и научила других животных, что любовь — источник внутренней силы. Таким образом, животные глубоко в лесу объединились и образовали семью под предводительством Луны. Танцуя в лунном свете, Луна объединила не только представителей своего вида, но и всех существ леса, позволив им жить в гармонии. Сказочное предводительство Луны принесло мир и любовь в каждый уголок леса. И таким образом лесная сказка имела счастливый конец. Глубоко в далёком лесу жил прекрасный волк. Её звали Луна, потому что каждую ночь она танцевала в лесу при лунном свете, делясь волшебным светом неба с другими животными. Другие животные в лесу Луны восхищались её изящными танцами и белыми перьями, сияющими в лунном свете. Однако однажды появилась угроза, нарушившая покой леса. Жадные охотники проникли глубоко в лес. Луна решила помочь другим животным леса. Луна, сильная и храбрая волчица, собрала остальных животных, и вместе они разработали план защиты. Глубоко в лесу они вместе спасались от ловушек охотников и развили чувство солидарности, чтобы защитить свой лес. Эта победа ещё больше раскрыла лидерские способности Луны. Луна научила других лесных животных силе единства и солидарности. Животные всех видов научились уважать друг друга и понимать силу совместной работы. Однако через некоторое время глубоко в лесу появилась тёмная фигура. Тёмный волк пытался нарушить покой леса и поколебать лидерство Луны. Луна и другие животные объединяются, чтобы справиться с этой новой угрозой. Однако проблемы, с которыми столкнулась Луна, были не только физическими, но и чреваты внутренней борьбой. В битве с тёмным волком Луна столкнулась с тёмными сторонами внутри себя. В процессе он обнаружил, что его истинная сила заключается в любви, терпимости и единении. Когда Луна выиграла битву с тёмным волком, она восстановила мир в лесу и научила других животных, что любовь — источник внутренней силы. Таким образом, животные глубоко в лесу объединились и образовали семью под предводительством Луны. Танцуя в лунном свете, Луна объединила не только представителей своего вида, но и всех существ леса, позволив им жить в гармонии. Сказочное предводительство Луны принесло мир и любовь в каждый уголок леса. И таким образом лесная сказка имела счастливый конец.